па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй, всем привет, друзья, я меня зовут Дмитрий от канала Купленов в Плей, мы продолжаем, а если, наверное, быть точным, то уже заканчиваем, потому что это как по хронометражу, игра подходит к концу своему логичному, к завершению своему, и мы, собственно, давайте не будем с этим делом затягивать, поехали! Короче, мы зашли внутрь, нам нужна радиовышка, чтобы послать радиосигнал и спастись с корабля, на котором происходит херня какая-то, но это все газ, запомнил Хух, это все газ, короче, ладно, выдохнем и поехали дальше Так, мужик отдыхает, уже выдохнул, причем очень сильно, потом забыл вдохнуть и, собственно, по всему помер Проход туда, проход сюда, а что такая большая вышка-то огромная здесь, да? А там что? Опа! Спокуха Очередная картина, которую нихера мне не дает О, самоубийство пирата Нет, конечно, это не особо хатишное мною действие, но... Я за пирата не отвечаю, мне сказали, береги пятерых Я, блядь, берегу пятерых, остальных не ставлю, если что Сейчас бы за всех тут еще и ответственность нести Пираты... Пираты это пираты, они пусть за себя сами там заступаются, а я пацанов поспасаю Сколько нас, пятеро? Пятеро, да, пятеро Один жив, просто он в крови Мертвый Ой, нашли радио? Ты что-то дура так сидеть, блядь? Нет, но радио на корабле должно быть По-другому быть не может Это... обязательно по... еще одна картина Ой, этот... Что-то тут не так Если идти в Сан-Франциско, то не таким же маршрутом Как будто пытались отвести всем глаза Типа, прятки? Только в океане А, это типа сверху синий написано, это Planet Road Типа, планируемый маршрут, вот они вот так вот поехали А снизу это актуальный маршрут, типа тот, которым они плывут Они что-то нихуя себе так от Америки-то в Бразилию плывут Немножко не туда, ну ладно Блин, а прикинь, это походу как? А, ну ладно Короче, маршрут маршрутом Не понял, что им не нравится, просто прикол в том, что они плывут в Бразилию, а не в Америку А корабль захватили, прикинь, бразильцы А теперь захватили французы Еба, американцам ничего не досталось Ха-ха-ха, прикинь, прикол Пустая записка, на свечку надо посадить там, потому что что-то проявится United States Department of the Navy Корабль снесло с курса Была сильная облачность Они не знали, где находятся Так, главное направление ВМС США Сильные штормы ушли с курса, сообщается о затоплении грузового отсека 2 Многочисленные удары молнии Дрейф на мелководье Местоположение неизвестно, отсутствует информация о рельефе морского дна Установить глубину невозможно, начатые поиски члена экипажа Выпущего за борт, поиски прекращены Плотное облачение, установить местоположение не удалось Это, судя по всему, писал кто-то Кто это? Ну, кто писал? Секретарь Секретарь корабля Пишет, что все, что происходит Фиксирует, фунциклирует Короче, вот это вот, понятно А вот этот чувак был вначале Кому-то там А ему кто-то ответил Да, ужас какой Бедолага, скопытился прямо во время эфира Так, Mayday, Клбродкаст А сигнал бедствия, Мэйдэй, кстати Где-то это был, где-то недавно Я такой, что-то думал, что такое Мэйдэй Мой день, мой день А оказывается, это сигнал бедствия Так, радиоконтакт фрагментарный Пытаюсь передать в СОС Азбук и Ворсов Много мертвых среди экипажа Не позавидуешь А умираю, записано, внезапно Пусть рукава красивый такой А радио до сих пор что-то пиликает, помехывает Значит, что-то какой-то сигнал Смотрите Не может быть Оно до сих пор работает А, так Старая радиостанция мало отличается от современных Если подключить к сети Сейчас попробую А тут есть сеть, да? О, работает Ебать А нам надо связаться, а не радио послушать Так, в фронт этого низкого давления придет Номерная радиостанция Военная частота Попросим помощь Эй, эй, меня кто-нибудь слышит? Алло Принято Прием Охренеть Есть контакт Иступление Координаты Если вы слышите Мы на старом грузовом корабле Наши примерные координаты 12-30 южной широты 151-20 западной долготы Пожалуйста, мы вас ждем Нужна помощь Повторите Повторите Прием Мы на Грузовом судне Большом Заброшенном Алло Алло Вы меня слышите? Ну же, прием Бляха Не, ну панике я не поддавался Это самое главное А тот чувак Народ Зацените Что, блядь Вулкан нашел Тот чувак вначале Не и так же разговаривал Может быть они друг с другом Через время сейчас разговаривали А что прикол будет Че там Куда-то же этот путь ведет Надо попытаться Включить электричество Нам нужно включить радио Кто-то из нас Должен остаться здесь Возле радио Скажу честно От меня там будет Маловато толку Пойду я Разумеется Я тоже иду Эй, что? Джулия, нет Да по одному нельзя Я о себе позабочусь Эй, раз Джулия сказала справиться То справится И точка Ладно Ты и я, Джулия Я сейчас вообще ничего не менял Какой курс нахуй изменен Все, минус одна Минус два Нормально? Вот тебе и курс Все Меньше людей Меньше проблем Все Все нормально Я, блядь, вообще тут ни при чем Они сами померли Сами Я вообще даже Мне даже назад Ничего не дали О, я же тебе говорю Игра поняла, что глупость сделала И спасла их А куда они упали? А, это нижняя палуба, кстати, вон написано Это они ночью шараебятся Кости целые? Все на месте? Ой, от костей Ну что, как вы там? От костей знаю траву Заткнись В смысле заткнись Нормально все? Нормально Что значит, заткнись-то Что дальше? Нам надо найти генератор Если запустим его, запустим и радио Понял, будем ждать радио А что ты шепчешь-то? О, Жига Всегда Нихуя реакция, да? Давай вот так вот Она открывается Я имел в виду, что от костей Знаю классные красные цветочки Если их это Ну, я эволюционировал Я знаю Ты первый Без фонаря? А, смотрим Не знаешь, что интересно Мне интересно, если радио Это такое Не особо-то как бы Питание Питание Мое Устройство Но при этом Нимически важное устройство На нижних уровнях корабля То почему бы рядом с ним Не поставить Какой-то, я не знаю, как это называется Мини-динаво-машину То есть, ты сидишь вот так, наворачиваешь У тебя ток образуется Ну, через капушки там Мне кажется, на радио Не так много питания нужно В чем проблема? Взял, запитал, бля Вот это И все Какие-то генераторы, блядь, придумывают А типа, если срочно Спускаться в генератор Ну и когда можно, блядь, просто покрутить Там искать Все, пиздос, пиздос Похоже, завязалась трака А рядовой Чар... Рядовой Чарли отправили в карцер Ой, это мы знаем Это мы, это, участвуем Спокойно, что там Рядовой Чарльз Андерсон Находить в увольнении Пребывал в нетрезвом состоянии Своим поведением Пророчил, порочил Звание американского военнослужащего Всего-сего, скатина Рядовой Андерсон Ввязался в пьяную ссору С другим военнослужащим По мнению офицера Производившего арест Ссора могла перерасти В публичную драку И потому были приняты меры По возвращению военнослужащих На корабль А что это нарушает порядок Там приказы Мы не бухаем А они бухают А хотя там не было Приказа не бухать Там был приказ Не пить на корабле синьку А он не был на корабле Нихуя себе Чё, серьёзно? Нечестно Опять крыс сейчас вылетит, да? Не, не вылетит О, это запикано всё Доклад офицера медицинской службы Встреча учёного Икс О, учёный Икс и ГАЗ СТУО у Олтора Бишопа И СТУО Тома Палмера Серж Питера Вуд Наблюдает за встречу с нашей командой И говорит, что мы можем научиться друг другу Того же западный мир должен быть защищён От Соединённым Штатам Известно, что определённые агентства изучают Введение химической и биологической войны Наши действия ограничены Женевским протоколом И хотя эксперимента мы не можем Описывает исследования, проходившие во время В них испытывалось действия на людей глициногенов Ай, я-я-я-я Вот это разгадал я Вот этот человек, вот этот разгадал Тебе ещё 7 серий, всё назад Действия на людей глициногенов С кристаллической структурой Под кодовым названием Манджу О-о-о Золото, конечно же Это что, я? Это я, не я А химические боеприпасы в бою Очень быстро стало Даже относительно кратковременно Вызывает сильно глицинации людей Очень убедительны Подопытные видят и слышат То, чего на самом деле Не даже было Много сразу опасных Ужасных факторов Сильнейший ужас Обосраться Инфаркт У всех здесь Собственно корабля И случился Это называется Понюхал И Пис Всё Понюхал И поехал Понюхал Головой Поехал Тоже Всё, я понял Я всё разгадал Ну газ Ну как бы Противогаз Газ Как же я всё-таки Серьёзно Гаупт Фахта 27 неделя Понедельник Артур Миллер Рядовой Мелкая кража Одной суткой Карцера Ну сука За кражу Сутки А за пьянку Десять Вы чё В шкафчике Миллера Были найдены вещи Старшего офицера Вещи возвращены Владельцу У Миллера Кстати, который Письмо писал Среда Дэвид Дэвис Рядовой Нарушение режима Доступа Два суток Карцера Двое суток Карцера Обнаружен Газовом В отсеке 3А Бесправо Находиться Там Непо виновению Приказом Собака Пятница Рядовой Первого Класса Луис Брэнд Пребывание В нетрезвом Стоянии В общественном Месте Одни сутки Карцера Обнаружен В нетрезвом Стоянии Увольнения На берег Своим Поведением Порочил Звание Американского Военнослужа Роберт Рид Где точки Ладно А пребывание В нетрезвом Стоянии Общественном Месте Одни сутки Карцера В смысле Все одно и то же В субботу Чальз Адерсон Пребывание Нетрезвом Стоянии А это все Одно Это разные Рядовые Все Это разные Люди Просто у всех Одно и то же Наказание Одна и та же Формулировка Бухают Я спорят Так А ты еще что Пришла Ты сюда Не ходи Здесь я читаю Опа Подожди Там что-то есть Кстати говоря Так это карцер что ли Мать Мы в карцер Не надо с тобой Мы с тобой Не нарушаемся В не бухали Мы с тобой Никого Ничего Никуда Не понял А Все Я понял Все Выходим Мы здесь Все посмотрели Это все Посмотрели Что А почему Ты в смысле А ты сказал Сзади Мне будешь Ходить Все я понял Бля Меня прям Шатай Если мы отсюда Выберемся Я неделю Пролежу В ванне С кровью Не Никогда Ну надеюсь Я всегда прав Не ну я от всех спасу Конечно Если так получится Что как бы И уж игра будет Сильно против То тогда да Так я да Фе стоит кстати Вот это слева Здесь Опа Кто-то там шумит Оооо Это там в шкафу Доктор мертвый А здесь мы короче были Представляешь А эта картинка А кто ее поставил Это пиздюк Который был на корабле В начале Сын Вот этого Самого главного мужичка Который в начале был Один из Может это сын Кого-то из экипажа Да конечно Ну что же Ты же ж не знаешь Драчок Я его объясняю Он мне не слушает Он говорит Типа я не знаю А я ему говорю Что я знаю И он мне не верит Так а здесь должно быть Что-то было А вы такое читали Сейчас вспомню Им пациента Джон Паттерсон Рядовой Роли Техас 2 марта В общий срок 3 года А вторая болезнь Диагноз умеренный невроз Утрата трудоспособности Не является результатом Проступка Поступила Наступила При исполнении Служебных обязанностей Имела ли место До поступления На службу Нет Травма Состояние в данный момент Годен к военной службе Вероятно продолжится Здесь временная Рекомендация Пациент должен находиться Под пристановлением врача И явиться на прием Через неделю Факты таковы Сегодня в лазарет Пришел на прием Рядовой Паттерсон На осмотре я заметил Признаки сильного стресса И паники Причем они же наблюдались У этого солдата В карауле на этой неделе Я попросил Паттерс Набритесь сегодня ко мне Так как полагаю Что его паника Спровождается яркими Тревожными воспоминаниями Ранее ему удавалось Продолжить нести службу Так как после караульной вахты Симптомы угасали Он заявляет Что эти симптомы Для него крайне нетипичны Рядовой Паттерсон Физически здоровый Молодой человек 25 лет Без известных Медицинских показаний И с хорошим послужным списком Во время приема Он смог успокоиться Тест на речь Реакцию памяти Принятия решения Пройдено нормально Рядовой Паттерсон Отметил Что в другие дни Симптомы не появляются На сонный аппетит Они не повлияли Диагноз Сильные панические расстройства Подозрения на боевую Психическую травму А это все из-за того Что он нюхал газ На внизу у себя Которые они, сука, везут Это не трупы И не золото Это газ Ух, какой же газ Господи А это значит Все трупы Настоящие Просто их всех глючит Все, я понял То есть это настоящие трупы А их всех глючит Потому что На них типа в трупы встают Но они не настоящие Это все галлюцинации Вот теперь все понятно Ну как сказал этот профессор Мне этот, блядь Он сказал, типа А я ему говорю Типа так и было Как же вот хорошо Когда ты разгадываешь И не поддаешься панике Потому что поддаваться Панике в последний день Панике поддаваться нельзя Нужно всегда пытаться Иметь, искать Чтобы узнать Чтобы почему Если вдруг То как бы нормальное решение Чтобы было И тогда все хорошо Происходит И все нормально Пля, опять Смотри, смотри, смотри Сейчас сразу появилась А там появился Сначала А, потом спрыгнуть Вот и сейчас Сначала Я распоялся Сначала Сначала появляется А, а потом Спрыгнуть Сто Про Центов Не надо Пожалуйста прыгать У меня один уже прыгнул Он все Он там лежит до сих пор Ты же не хочешь Там тоже до сих пор лежать Мне просто интересно Нахуя Ты хочешь прыгать Давай там Смотри Вот эта лестница Видишь нарисована Эта лестница Не прыгай, пожалуйста Я уже нажал А ничего Посмотри Чуть могу изменить Просто уже Ну нахуя прыгать-то А, она сломана У это место Кстати Из Резидента Ремейков С первым боссом Самое место Для генератора Посмотрим Бля, давай ты не будешь прыгать Пожалуйста Пытайся как-то спуститься Там Руку перекинь Через ступеньку Или еще что-то Так Все, конец Почему Я могу спрыгнуть Лан, дурак Ты в порядке Да Спускайся Какой же дурак А ты тоже прыгать будешь А как назад ты будешь Подниматься Лестнице Нет, дурочки А реально Как и назад Подниматься Лестнице Ты нет Че Я хожу Пошел Лестница Черт Чего Ты видела Эту херню А Ну да Нет, конечно Бля, вот совпадает иногда Ау Ко мне только теперь возвращаются зрения и рассудок На меня не нападали Итак Корабль вез маньчжурское золото Но это было что-то типа Биооружия Галлюциногенного из Китая Времен Второй мировой Реагенты были нестабильны И растеклись Что если они И воздействуют на нас Паранойя Галлюцинации Так оно и должно Было работать У команды были глюки Они явно чего-то боялись А офицеры решили Что несколько нервных солдат Хотят откосить от дежурства Вся чертовщина нам просто мерещится Это все не настоящее А с упавшим самолетом Это никак не связано? Это был спасательный самолет А прилетел он сюда Потому что люди на корабле Послали сигнал бедствия Но прилетел он слишком поздно На корабле все сошли с ума И сбили его Кто знает о чем они думали Или им показалось О боже Ладно Идем дальше Я когда эта хуйня пробежала Я тянул руку Чтобы сделать вот так вот Чисто знаешь На расслабончике Пройти вперед Если бы это было Чуть-чуть не туда Или не сюда Я даже себе в лоб ебнул Я вспомнил прикол В самом начале же Когда молния ударила в корабль Из этих гробов Потек газ Вот возможно у меня Где в подсознании сидит газ Вот возможно отсюда Как-то у меня Я не знаю Я просто Только сейчас вспомнил Зеленый газ Больше не кричал В первой серии Газ Газ Монострад Мотор Блядь Монострадальный Моторостроительный завод Ван Линдона Роттердам Нидерландо Детельный двигатель Такой-то Такой-то Тип Такой-то Год такой-то Все понятно Стандартная хуйня Ни раз такого не видел Так Каути Он Надо запускать Нет Нам нужен этот Рычаг Дрынчаг Что-то Что-то Что заведет корабль Ты не думала Что было бы Если бы мы отправились В Японию Заткнись Не понял Нет Япония Не поняла Япония Не поняла А там А там Что Я просто пытаюсь Идти сначала Туда куда не нужно Чтобы потом пойти Туда куда нужно А куда нам сейчас нужно Я не понимаю А вот сюда не нужно Здесь есть дневник Значит я правильно пришел Окей Так Энжин рану А это Типа записки Что происходило С кораблем Из двигателя Ну давайте почитаем Энжин рум Окей Телеграф Лог Как-то Поехали Открывай Записки Записки Монтера Журнал команд К машинного отделения Подтвержена команда Вперед А две-три мощности Уличные обороты Подтвержена Средний Вперед Выставлены Так Двигатель Тяга Так Тянг Прибыл Сменить На вахте Двигатель Работа На старых Оборотах Особых Отдельствующих Приказов С мостика От старшего Нет Неполадка Вашем отделении Нет Тянг Находится В здравом Умеет Твердой памяти Затуплению Затуплению На вахту 24.00 годин Так Сменил Филлипса На вахте Осмотрел Ваши на отделение Предмет Неисправности Все говорит Нормально Небо Наружен Неисправности Все хорошо С мостика Все красиво Полный Вперед Полным ходом Едем Разогнались Выключили Старший механик Прибыл Все нормально Для стольчного Осмотра Это когда Короче После молнии Судя по всему Да я просто Все это читать Не буду Служебные записки Неинтересные Ну короче Он прибыл Осмотреть Подвижна команда Стоп машин Двигатель остановлен Получен приказ Встать на якоре Ну вот Вот это нам Самое важное Нужно было А столь нам Не так нужно Не так важно Просто читать Все служебные записки Вот здесь Вот конкретно Усказаниями Да Ты даже С ума садишь Да, да, нам сюда не нужно Сюда нам не нужно было Значит нам нужно было Туда куда я пошел В первый раз Если бы я сюда не пошел Мы бы не знали Что мы стоим на якоре А что нам это даст Непонятно Типа нам с якоря Кто-то поднялся С прудов С глубин Индопланетяне Кит Кто? Монстры, призраки Кто там, блядь Мог снизу глубин подняться Карась Почему карась? Не знаю Омуль Омуль Ротан Ротаны в речках плавают О, блядь Буду-то смотреть Нет, я посмотрю туда А там нечего посмотреть Ну и ладно А там дырка, кстати Смотри в тени Вот это что-то блесит Вишь Вон беленькая Это дырка В текстурах Ну потому что На холе она блесит И поэтому они Обитые пиксельные мониторы Нет, это дырка в текстурах Что-то так Ну тут какой-то пиздосий Произошел Тут все выломано Что-то вломано Вряд ли тут что-то Может завестись уже О, чувачок Ебах Кто ему там в голову То выстрелил Что думаешь Как-то стрёмно Вот это вот Было сделано недавно Только что Как это только что Что-то это странно Странно, что Скелет был Изуродован совсем Недавно Может быть он упал Зря тратим время Пошли Ну подожди Ну малый качнул А этот Он упал Разбил себе голову Ну или на него Что-то упало Ну мало ли Мы сейчас картину посмотрим Ну что-то Как-то Это связано С волнениями морей Бля Все-таки Пираты Еще здесь будут Что-ли Я думал Они все подохли Уже здесь давно А, нет Один же Не соубивился Это Короче был капитан пиратов Который Кого сейчас душил И на которого Упала Закрывашка дверь И отрубила ему голову Скорее всего Поэтому нам можно допустить Чтобы он нас начал Душить А потом мы ему дали Дверь Ну да Так это Должно быть Да Все Я это все разгадал Ну как бы с газом Разгадал Тоже все понял Ори Ребризер Ребризер что ли Ребризер Да Нахер он нам нужен В натуре А вдруг на якорь Бля Хоть это на якорь Да давай возьмем Нет Лучше его взять Все-таки часть трюмов Затоплена Да А у вторых Что-то про якорь Может быть нужно будет Плывить Сниматься с якорь А сука Я знаю что ты задумал Олсо На чем ты говоришь Хочешь меня убить Да я сам тебя сейчас прикончу Говори Где это гребанное золото Ты что спятил Нет Нет Пощади Нет Я же сказал тебе Требло гребанное Заткнись Закрой свой поганый рот Говна кусок Прикло сраное Завали хлебало Слышишь Бля Послушай Нет не надо Можно же Я же сказал Заткнись Так Ну все Этот одноглазый Поехал головой Все понятно Нанюхался Блядь За что он его чихнул Он же ничего ему не сделал Вот это же Была крышка От яхты Чтобы поехать Вот этот Шаш 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 Они все это время Его таскают С собой Серьезно Это может быть Они там пробежали Блядь Да Одноглазый Дврачок А газ Просто вон идет Поступает Постоянно Вот он Так это он Ооо Сейчас в лоб прилетит Убери лицо Пожалуйста Тихо 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 Сейчас это я, который пришел к нам. В сердце смерти пришел к нам. В что?! В смысле не попал?! В смысле не попал?! В смысле не попал?! Блядь, ребризер этот палец из нас. В смысле не попал?! Я ж попал, вы че?! Зря вы прятаетесь, сучки мягкие! Хотите захопать все золото? Тут же, наверное, целая куча! На всех хватит! А мы все в деле, так? Пытаетесь меня облапошить? Чтобы не делиться, Вы оставите меня здесь! На смерть! Но капитан здесь я! Я здесь главный! Поэтому я здесь решаю, кому уйти! Кому остаться! Блядь, давайте под... 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 Не надо бежать! Сидеть тихо! Посмотрим... Сука, нас ребризер спалит! Зря! Нас спалит ребризер зря! Очень зря! Американцы пробивали себе дорогу в чужие края! Очень зря! Спалит нас ребризер! Или споткнется! Сука, спалит! Блядь, надо было бежать! Ебать мы такие незаметные, да? Обосраться просто! Я вообще не понимаю, что он пишет! Я не успеваю читать! У меня сейчас все заточнее! Вот этой вот большой кувальдой! Да в смысле?! Да как же так? Я ж попадал! Запрыть дверь, пожалуйста! Я все заебали тебе! Боже, не стой! Мы в безопасности? Пожалуйста, скажи, что да! Порядок! Ну? До поры! Так это получается! Ребризер-то нас спас! Типа, если бы из него не пошел этот кислород, он бы за нами так и побежал сразу, кувалдой бы кого-нибудь догнал! Да? Все! Все! Несместно! А вот теперь никто из вас не изменится! Не изменится! Позвернитесь! Малый! Медленно! Медленно! Он сейчас самоубьется! Медленно! Нет, нет! Нет, нет так! Никаких! Перемель! Все! Просто... Убери пистолет! ваша сама убьется вы что думаете я хочу убивать у меня просто не было выбор я прав я же прав вот опять опять все переменилось что что изменилось назад не лезьте к туману эй здесь нет тумана не дыхайте не дыхайте туман а давайте с ним поговорим стой что это за туман как он действует бдительность усыпем он зло он оживляет то что не должно быть живым уже внутри уже внутри нас все да успокойся ты да не ори ты блядь стоп туман в ком-то без нас убери пистолет слышишь это разговор чего ты меня приказываешь да вы вдохнули туман только что я чувствую давайте это давайте будем подыгрывать слушай последнем трюме и правда что-то было какая-то дымка или туман я знаю говорим тебе есть мы мы задержали дыхание мы же видели нет мы задержали дыхание в нас нет никакого тумана мы же знаем про него вы типа крутой дайвер но думаете я куплюсь мы здесь уже много часов быть и по все это время не дышали и сейчас не дышите он во мне кошмар я вдохнули туман он во мне это я чувствую как он там вихрится меня меня внутри на блядь давайте отвлечем на чем-то убьет спокойно в тебе нет никакого тумана поверь хватит врать вы все видите его во мне вы просто врет туман внутри меня заживо Эй, стой! Не надо! Ну, тут я пытался как мог. Надо было ему рассказать, что это просто не туман, а оружие. Чё, они мозги-то его? Твою мать! Тут я был спокоен на все стоп, потому что я знал, что это так будет. Мы же видели видение такое. Твою мать! Ну, надо же было сказать, ну, малой, ну, блядь, химическое оружие, ну ты дурак тупой, или куда тебя? Получается, все-таки ребризер меня спас, я к чему? К тому, что мы не зря его взяли, а во-вторых, я не понял, почему не попадал. Я вроде попадал нормально, и всегда тут вдруг не стал перепадывать, что опять бежит в пау, он тихий, конечно. А он с собой эту херню-то взял, крышку-то. Во, падла. Глючный, да помнит все. Просто охоренить. Как вы так быстро бегаете? Ну да, давай тогда сразу утопимся в луже, а что? Бляха, ребризер-то попросрали. А ведь могли бы нырнуть. Наверное. Или нет, не могли, не знаю, могли бы. А-а-а, если бы не спалились. В этой комнате 472 заклевки, а это может означать только одно. Я сто лет отторчу. Ну это типа с выстрел сейчас был. Второй вот он, да. Не надо, не надо. Звук здесь, проблемы какие-то. Опять. Чего ты натворил? Чего ты натравил? Ладно. Чего он натворил-то? Что? В чем его мина-то? Куда ты опять один полез-то, полудурина? Ты дурак, нет? Сейчас опять за тобой телки будут бегать эти старые. Его сейчас убьет одноглазый капитан. Ну блин, ну почему? Ну нахуй ты хер полез-то сюда. Чего это вообще за проход мы таких не видим? Спрыгнуть! Опять, блядь! Давайте все теперь спрыгнем! Давайте все начнем сейчас куда-нибудь спрыгивать! Вы что, блядь, этот корабль-то прыгучий что ли? Это здесь лестница должна быть, спрыгнуть! Написано, каути он, не прыгайте! Опять, блядь, прыгать лезут. Сука, хлебом не корми, давай куда-нибудь спрыгнуть. И ведь ничего их жизнь не учит. Один же спрыгнул, вот все, он больше никуда никогда в жизни не прыгнет. Нам, кстати, ничего его призрак не показывали. Почему, собственно, нет? А у меня отсюда проходили, я такого не помню местоположения, чтобы было здесь у меня. Он так долго выходил, что я его уже заметил. Секунду, подождите! Это место нужно или это место ненужное? Я просто посмотрю, чтобы идти что-то, если есть, то я посмотрю. Он просто выходил очень долго, я уже заметил его тень, поэтому не стал особо. Ну, вышел и вышел. Такой же выходил. О-о-о-о! Это нужно! Драконы там плавают, видал? Чего? Это что за... Что это за... Что это за сын маминой подруги? А в свитерке такой красивый, что ли? Прическа. О-о-о, это кто? Блях, а там что за длитая была? Да, опять меморандум, сука. Кругом одни меморандумы. Давайте почитаем. Всем старшим офицерам результатов наших поисково-спасательных операций превзошли все ожидания. К сожалению, нам теперь не хватает взрослых гробов. Если вы найдете останки кого-либо из пропавших в районе водосочистной станции, вам, возможно, придется использовать для переноски маленькие гробы. Видимо, это будет Хокинс. Бедняга, от него почти ничего не осталось. Понимаешь, что это не лучшее решение, но ребята устроят ему подобающие похороны, окажут заслуженные почести, когда мы вернем останки домой. А пока что обходимся тем, что есть капралмур. Не понимаю, к чему это, но ладно. Так, а-а-а, сек. Это проход? Бляха, значит, тут дверь я все-таки просыл. Похож, похоже, этот влюбился походу. Она теперь везде меречится. А кричал-то старая, как динозавр, как говно мамонта, а сам-то смотри, везде МНМ кажется. но ты уже но это же дым ой сейчас будет такое месиво жестко и тут столько дымца а туман уже а а а а а а а назад ты слышишь и успокойся слышь давай без жертв так нажимаю кнопки весь внимание отступить нахуй 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 все нормально успокойся не открывай там же вода течет дурень поговорим спокойно мы ведь тоже ненавидим эту посудину ты думаешь это лучший вариант там вода блядь придурок а вот в этой воде как раз мы крышку-то и сломаем походу а ну хотя мы не так ну поскольку косилась короче корабль давно так не двигался она блядь тут откуда это же побег о это все до свидули это короче все химическое оружие как раз разом выползла уходи скорее оттуда алло попал вышка спокойно блять а 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 Давай! Нет, рана! Нет, давай! Пизду! Блин, там кто-то сзади идет, ебан! Толкни его назад, там кто-то идет, ему сосуды убьет он! Уходи скорее, ну! Да ладно, не успел, серьезно! Ты дурак, что ли, успел? Да иди ты нахуй! От одного движения все зависит, что ли! Иди в пизду, игра! От одного движения не может все зависеть! Пиздос! Какой же пиздос! Какая же глупость! Просто невозможно! От одного движения все зависит! Когда у тебя здесь сраная КУТЕХ, а тебе нужно, блядь, в панике определиться, что это нужно нажимать! Ну как так-то? Но это неправильно! Зато коробка спаслась! Крышка! Но это не про... Это отвратительно сделано, серьезно! Это отвратительно! Как же это отвратительно! Просто обосраться! От одного движения, причем тогда, когда ты нажимаешь кнопки на скорость успеть, и тут вдруг оказывается, что ты не просто должен ее нажать, а должен нажимать! Они же ничем не отличаются, насколько я понял! Они же ничем не отличаются! А на что так, что так, написано одинаковый совершенно рисунок! Просто там, ты понимаешь, когда нажмешь один раз, она не сработает! Ты понимаешь, что нужно нажимать быстро! А тут тоже не было времени быстро! Очень много нужно было нажать! Я, блядь, нажимал, как черт! Не успел! Бред! Глупость! Я недоволен ты хуйней! О, живой, кстати говоря! А, нет, не живой! А я аж охрип, сука! Так нечестно! Нет! Очень глупая глупость с этой действием! Очень отвратительно! Всю игру, блядь, я его спасал, а тут оказалось, что вот так вот! А может, он живой, кстати говоря? Чё тут, ну, ты потом голову разбил? Такое же бывает! Разбил голову, а сам-то живой! Нет? Блин, я недоволен, серьезно! Я очень... Вот все, что сделала, сгубила, это сделала сама игра! Я тут ни при чем! Я всех спас! Смешно, ебать, конечно! Блин, ну зато тут хоть какое... Полу-хэппи-энд! Ну да, полу, да! Получается, их было пять, рассталось трое! Но это неправильно! Это... Ну как это? Серьезно! Вот, ладно, с первым там я... Возможно, я сглупил, прыгнул! Но я не думал, что... Ну что? Попробуем! А тут, видишь, как получилось! Получилось то, что, блядь, одинаковая кнопка просто внезапно нужна была нажать! И очень мало времени было! Я нажимал, то есть я почти до конца нажал! Ну не хватило прям буквально двух нажатий! О, да! Ой, очень обидно! Я мог спасти четверых... Четверих... Клянусь, я рассказала все, что знаю! Я не видела Бреда! Там был только псих в капюшоне и все! Он был придурок, но... Звук! Он был добрым! Как бы по-идиотски он не поступал, он хотел как лучше! Че со звуком? Он был как большой щенок! Вечно всех смешил! С звуком беда какая-то щас была! А, блядь, живой, прикинь! Тогда, получается, я вообще проебся жестко! Я бы мог вообще всех спасти! А он живой, представляешь? Я довольный, нахуй! Блин, ну вот это отвратительно! Вот именно в этот момент... Блин, просто очень сильно отвратительно! То есть ты должен был не только успеть среагировать, но ты должен был еще и среагировать и успеть понять, что это, блядь, нажатие многочисленные, а не просто тупо нажать успеть! А че этот хер-то, кстати, ведущий? Ничего не скажет, что ли? Типа вы... А, о, прикольно! Вот и все! Конец игры! Свободный! Ну, пока что! Ну да! Но вы всегда можете попробовать еще раз! Постараться добиться большего! Неплохая попытка! Кто-то выжил, кто-то погиб! Все из-за вас! Из-за нас! Из-за вас! Вы такую игру сделали! Удивительно! Когда опускается занавес, вы либо готовы к этому, либо нет! Все дело в решениях, не так ли? В решениях, принятых в спешке, в панике, принятых не разумом, но сердцем, или наоборот, в решениях, последствия которых могут проявиться не сразу, но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Это, может, получается, она его в натуре пырнула? Ножом. Они же на одном этаже были. Что ж, до встречи. Может, в Литл Хоуп, а может быть, где-то еще. Но знаете, мы встретимся. Да, в 2020 году. Это неизбежно. Как я уже говорил, это серия игр будет выходить в какие-то годы, годы, годы. Следующая выйдет в 2020 году. Следующая часть этой игры. Я пропущу. Вот из Перри, Мара-Мара. Вот из Перри тоже пропущу. Окей, вот из Перри, Мара-Мара. Вот из Перри, Мара-Мара. Будет заставка-то, конечно. Конечно, должна быть, естественно. Это серия игр под названием Темные картинки, The Dark Pictures. Это называлось Man of Medan. Бля, пырнутый-то, живой еще. Он же его не убил. Он один там остался. Ебать. Сейчас не понял. Это по нашим координатам военные? Поняли и приехали? Серьезно? Бля, пацаны, не надо. А, вы в масках нормально. Нет, надо противогазы, пацаны. Тут газ. Я вам серьезно замечаю. Ни с того, ни с сего Эта посудина прислала СОС. Прямо настоящий корабль-призрак. Бля, а что же в этих гробах-то? Почему он замотанный-то? Это, может, уже под глюками они замотали? Ого. А это что? Ну, там сейчас на них мужик, во-первых, вылетит. Который пырнутый, живой остался. Он же один, получается, на корабле-то, да? Что за хрень? Нихуя себе. Какая внезапная независимость. Да? А я мог они посылать сигнал? Они вдвоем, что ли, прилетели? Серьезно? Вы что, вдвоем прилетели? Серьезно? Вы что, ебалыхи какие-то, что ли вдвоем-то прилетать? Вы что, дебихи? Зачем они дали бы, а что такое коллекции? Наверное, то, что я насобирал, да? Зачем они прилетели вдвоем, алло? Литл Хоуп. Я не все собрал, Серега, раз. Бляха, две картинки пропустил, прикинь. Всего две картинки. А секретов побольше пропустил, да? Ну, а твой они и секреты. Я ни хера не понял, зачем они приехали вдвоем-то. Спецназ, блядь. Так, а особые возможности-то что? История антологии в жанре. Короткометражный документальный фильм, повествующий об истории антологии в жанре хоррор. Испрошение дурачка. Чего? Не понял. А что это такое-то? Это какой-то прикол или что это? Не понял я. Тут еще можно в одиночной игре, так понимаю, посмотреть сцены какие-то, да? Выбор сцены. То есть я тупо могу... Красотка. Красотка, да. То есть я могу что-то посмотреть еще, что ли? Как убьет, как не убьет? Блин, ладно. Короче. Давайте на этом заканчивать. Там посмотрим, если что-то вдруг, то почему бы и нет. А там, если нет, так оно и нахер не надо. Прикольная игра. Будем ждать выхода следующей. И в 2020-м там что-то будет другое. Их, по-моему, как я говорил, их то ли 4 будет, то ли 6. Они будут выходить два раза в год вроде как. Это очень долго, но, блядь, игрушка прикольная. Ссылка на влезь в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на птитр, в инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, если в трещи лещи игрушечках. Ну, либо в следующей серии. Там, пацаны, я не знаю, что тут еще может. Может быть, на кого-нибудь в триме посмотрим. От нечего делать. Я даже не понимаю, что это. Но, ладно, хрен. Все. Всем пока. Раньше здесь был мат.